Десятки сотрудников на время покинули свои рабочие места. Вместе с ними руководство. Еще бы исторический момент на заводе Запрена Мономера. Запуск нового производства из-за бутилена мощностью 160 тысяч тонн в год. Новейшее производство, производство, которое позволит нарастить в ближайшее время 50 тысяч тонн каучиков. И, конечно же, сегодня Нижнекамский Тихим – это крупнейший комбинат мирового уровня. Президент наградил лучших работников комплекса, тех, кто принимал участие в строительстве. Новое производство – второй из трех инвестиционных проектов, которые реализуются в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука СКИ-3. Я хотел бы, во-первых, всех поблагодарить, в первую очередь, строителей, проектантов, тех, кто здесь работал на этой установке. Конечно же, заводчан, которые своим контролем позволили эту установку и построить качественно, и, конечно же, запустить ее. Президенты и членов Совета директоров ознакомились с планом реализации проекта. Гости смогли понаблюдать за рабочим процессом. Сегодня изобутилен является важным сырьем, с помощью которого производят синтетические изопреновые и бутиловые каучуки. Они широко применяются в промышленности. Новое производство позволило создать почти 70 рабочих мест. С докладом об итогах работы в 2017 году выступил генеральный директор Нижнекамскнефтехима Азад Бекмурзин на ежегодном собрании акционеров. Оно состоялось сразу после пуска производства. Выручка в реализации противопродукции составила 162 миллиардов рублей. Получены максимальные объемы выручки ключевых продуктов, каучков и пластика. Мы выпустили миллионную тонну голопутилового каучка, четырехмиллионную тонну изопрена, семнадцатимиллионную тонну итилена. Вместе с тем Нижнекамскнефтехим уделяет большое внимание охране окружающей среды. Объем сточных вод в 2017 году сокращен более чем на 5 миллионов кубометров. Образование отходов тоже сократилось на 17 тысяч тонн. В его рамках мы приняли на себя дополнительные существующие экологические программы и обязательства по выполнению ряда технических и организационно-профилактических мероприятий. В итоге было выполнено 96 природоохранных мероприятий на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Президент Атарстана подчеркнул, что Нижнекамскнефтехим сегодня является одним из крупнейших производителей синтетических каучуков и в мире, и пластиков в России. В текущем году было подписано соглашение о финансировании нового олефинового комплекса. Уже началась совместная работа с немецкими партнерами. Главным остается проект строительства производства этилена мощностью 600 тысяч тонн в год. И на фоне такого успеха жители города не может не волновать ремонт Соболековской трассы, соединяющей город и промзону. Есть принципиальное решение по выделению средств из республиканского бюджета в объеме 150 миллионов рублей и 300 миллионов рублей из бюджета группы компаний «Тайфель» и «Нижнекамскнефтехим». Мы сейчас обсудили и надеемся, что в ближайшее время мы в рабочем порядке определим порядок финансирования и будем надеяться, что в этом году эти работы будут выполнены. А еще на собрании озвучили, что «Нижнекамскнефтехим» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года. В целом годовое собрание акционеров прошло в штатном режиме. Правда, в новом составе, без Владимира Бусыгина. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.